В операции «Канал» принимали участие сотрудники органов безопасности, пограничных служб, таможни, финансовых разведок и полицейские стран-участников организации договора о коллективной безопасности. Основными задачами этого мероприятия были пресечения каналов транспортировки опиатов из Афганистана и Ирана и деятельности транснациональных группировок. Всего в операции приняли участие свыше 22 тысяч сотрудников правоохранительных органов разных стран. Операция проводилась на территории Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Российской Федерации как членов стран о организации договора коллективной безопасности. Результаты мы сегодня еще более тщательно обсудим, результаты этой операции, которые, на наш взгляд, позволят нам более эффективно использовать как достигнутые результаты, так и наметить пути по улучшению взаимодействия и координации деятельности наших государств в борьбе с наркотрафиками и наркоугрозами. В результате операции канал Красный Бархан из незаконного оборота было изъято более 9 тонн наркотиков, в том числе 5 тонн опиатов, 38 килограмм героина, 2 тонны наркотических средств синтетического происхождения, 800 килограмм гашиша и более 830 килограмм марихуаны. Как отметили участники совещания, эффект операции не ограничивается только впечатляющими цифрами. Нам удалось изменить ситуацию в наркопотоках. Если мы возьмем Россию, то сегодня уже Россия не является страной-транзитером афганского героина. Также значительно уменьшились потоки афганского героина на территории всех стран. Но появились новые угрозы и вызовы, связанные с синтетическими наркотиками, с психотропными веществами. Зачастую мы не всегда к этому готовы, потому что это нужна и медицинская база, другая совершенно диагностическая аппаратура. И вот совместными усилиями мы эту тему продвигаем. А та операция, которая проведена, она дала позитивный эффект и показала, что вместе можно эту тему преодолевать. Но главное, что мы сегодня можем продемонстрировать, это снижение уровня наркопотребления в наших государствах. Употребление наркотиков в результате совместных действий в странах ОДКБ снизилось, свидетельствуют наркологи, также заседающие в международном координационном штабе. Здесь они ведут постоянный мониторинг ситуации, что помогает оценить эффективность борьбы с наркотрафиком. С одной стороны, это заслуга правоохранительных органов, которые снижают рынок наркотических веществ. И с другой стороны, наших органов здравоохранения, наркологических служб, которые занимаются ранним выявлением. И у нас есть такое понятие интервенция, вмешательство и объяснение детям, почему этого делать нельзя. И вот эти вещи работают. Раннее выявление и вмешательство. С одной стороны, снижение спроса, и с другой стороны, снижение рынка наркотиков. Вот это все вместе дает эффект снижения потребления наркотиков в популяции. За ходом операции «Канал Красный Бархан» также наблюдали и представители Европола, регионального управления ООН по наркотикам и преступности, а также других международных организаций. Опыт координационного штаба ОДКБ будет проанализирован и ляжет в рекомендации по борьбе с наркобизнесом для других стран мира. Даниил Худайбергенов, Пирлан Бексаидов, Асулбек Махалбаев, информационная служба телекомпании «Отрар».